Рога-а-а-цы Хэштег 10 минут до того момента, когда нас были мальчиножи вызывать В громкоговоритель приглашать на Бород Ну что, начинается наше двухнедельное итальянское путешествие Маршрут такой, Рим, Неаполь, Бари В Риме мы будем два с половиной дня Я тут еще не была и ожиданий вообще никаких нет Только то, что будет очень жарко Знаете, что произошел, кстати, первый раз в аэропорту Мы планировали поехать на поезде А в итоге... Сидим в машинке О, в плачке Девять утра на часах Летели мы 2.25 Ребята, где ваши веселые лица? Давайте Это такой внутренний дворик у нас Красивый Это наша комната А это вторая комната Смотрите, какая люстра Sorry Рим Один из древнейших городов Европы Ты просто ходишь и понимаешь, что находишься в музее под открытым небом Вот что-то такое Смотришь налево, красота Справа тоже красота С любой стороны красота Кстати, я недавно узнала, что помимо 7 чудес света Извините меня, есть еще новые 7 чудес света Так вот, Колизей входит в этот топ 7 новых чудес Я спрашивала в инстаграм по поводу мест И моя замечательная подписчица прислала целый гайд, куда сходить Что посмотреть и что поесть Это место советую точно Было, ну, очень вкусно Это араби, это острое Тут модопродукты Нам стало очень интересно, как выглядит метро в Риме Мы решили пару станций просто проехать, для того, чтобы просто посмотреть Пока что ничего особенного Вообще, вот сюда, мне кажется, нет Ничего у меня не открывается Вот так выглядит станция Можно и покурить, и все на свете Смотрите-ка Это мы в метро Да, людей очень много Но это вообще никак не смазывает впечатления Все какие-то очень культурные, что ли Уступают дорогу друг другу Я не сталкивалась здесь комфортом Идем к фонтану Мы решили Что мы все не будем прекращать здесь Рим построен на семи холмах Здесь буквально везде брусчатка и перепады высот Поэтому обувь на каблучках я бы на вашем месте оставила бы дома И ходила исключительно в очень удобные обуви Итак, подходим к тому самому фонтану людей Как мы и предполагали Дофига и больше Кстати, фонтан у Треви всего несколько сотен лет Он не такой уж и старый Все туристы, которых вы встретите, вероятно, кинули монетку в фонтан Говорят, что ежедневно туристы бросают до 3-4 тысяч евро Одну монетку кидают, чтобы вернуться Две, чтобы встретить любовь Три к свадьбе, а четыре к богатству Решили мы пить магазинку в баре, который называется Caramel Здесь буквально карамельки Ну что, сегодня у нас еще запланирована поездка в Ватикан Мы поедем на самокатах В целом я, скажем так, мягко говоря, ездок никудышный Но по новому городу после бокала вина Я думаю, что это будет супер Смотрите, как мы поставили, интересно Просто на таком островке Вон дорога Короче Вот сюда можно даже телефончик ставить Там очень не хватает на самом деле А еще есть можно поворачивать влево-вправо, не знаю Вот сейчас вообще не вижу, что снимаю Короче, влево-вправо можно поворотики включать Найс Найс Ну сейчас мы уже выключили, но поверьте на слово Что здесь загораются лампочки Колеса толстые, поэтому попрощайтесь спокойно Вечером посмотрите Можно ехать Еще раз будем ехать? Конечно 23 минуты ехали из Рима Такая огромная очередь И туда Тоже Наверняка там что-то прекрасное Очень красивое, но когда 30 градусов жары По ощущениям, как 40, стоять в очереди Ладно, извините, пожалуйста, я вам наврала Нет никакой здесь очереди, это люди выходят Сказали спрятать свои плечи Прячу Ватикан Это то, что мне очень сложно уложить в голове То есть это буквально очень маленькое государство, которое находится в Риме Ватикан можно спокойно пройти за час Тут живет около 800 человек А еще интересно, что Ватикан не имеет права вступить в Евросоюз Потому что является теократической монархией То есть там, где государство регулируется религиозными нормами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вау Девчонки, вам повезло сегодня? Сейчас мы собираем наши вещички На самом деле мы должны были их собрать еще 10 минут назад Или вообще полчаса Потому что сейчас уже 11, и нужно уже усиляться Но, сами понимаете Сейчас мы будем собирать чемодан И из Рима На поезде ехать в Ниаполь Мы надеваем шляпку Я не знаю, что это означает Мне кажется, что это означает Мальчики А еще, кстати, если вы обратили внимание То на всех видео я с волнистыми, с кудрявыми волосами Сейчас они так у меня выглядят после кератина Я просто помыла волосы кудрявым методом Помыла их кудрявым шампунем И вуаля Просто и так очень жарко И я на всякий случай, конечно, сделала фен Но сушить волосы Когда и так невероятная жара на улице Это раз Во-вторых, время тратить на это не хочется И в-третьих, мне кажется, что уже Такая неплохая длина Для того, чтобы снова носить кудрявые волосы По которым реально соскучилась Короче, пока